Запись пошла. Господь милосердный, слава Тебе! Благодарю Тебя, Христе Божие, Ты привел меня в это собрание крепких и утвержденных людей. Благодарю за веру Твою истину, Господи! Благослови нас, оглашенных, стремящихся к Тебе. Господи, не оставь нас. Положи в уста и положи на сердце поручителям нашим все, что нужно к нашему спасению. На пользу души нашей, Господи! Тебе славу высылаем. Отцу и Сыну Святому Духу. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Вот мы сейчас проходим Евангелие от Марка, и там мы сразу проходим, начинаем с Иоанна Крестителя, естественно. Ну, то есть не касаемся Господа, Рождества Иисуса Христа. Но мы так подумали, что надо начинать с самого начала, конечно, Евангелие проходить, не Ветхий Завет. Но сейчас вы поймете, что Ветхого Завета будет у нас предостаточно с вами. И будем проходить мы в этом Ветхом Завете все, что надо для того, чтобы нам уразуметь, как Господь наш Иисус Христос дошел до дней проповеди людям о спасении. Вот он 30 лет жил среди людей, и он видел, как люди умирают во грехах, а он не выходил на проповедь. Мы не видим, чтобы он кого-то хватал за руку и говорил, я вижу у тебя на сердце, что ты верующий, человек, ты скоро умрешь, тебе нужно спастись, для этого нужно прийти к Отцу, исполнить веру, заповеди и так далее. Он не занимался этим? Почему не занимался? Ну, почему, что, людей не любит, спасать не хотел? Нам Господь сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Господь ко всем относится ровно, Он хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. И вот, как все, почему он был такой, как дошел Господь до дней проповеди? Мы начинаем сейчас через темы о Рождестве Господа Иисуса Христа. Как все это было, как к этому подходило человечество, Господь, как к этому подводил человечество. Вот брат составил небольшой конспект по пророчествам из Ветхого, конечно, Завета. И мы сейчас начинаем. Дело все в том, что это необычные занятия. Мы будем тут немножко отходить и в экскурс истории. Будем смотреть там и Википедию будем смотреть, и Библию. Чтобы побольше осветить нам всю эту тему. И может быть даже до того, как мы еще будем говорить о проповеди Господа нашего Иисуса Христа, как Он пришел к ней, мы уже будем все знать. Почему, как и когда это случилось. Давай, брат, начинаем с тобой. Открывай, как ты открывал мне. Сейчас настроиться. Видно, картинка есть? Да. Слава Христу. Ну что, заново тогда. Пророчество о рождении Иисуса Христа. Еще в первых главах книги «Бытие» говорится о семени женщины, которая победит змея. Считается, что в книге «Бытие», в третьей главе, пятнадцатом стихе. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». То есть мы видим, что после того, как человек согрешил, пал, то есть сатана обольстил Еву, соблазнил ее, так скажем. После этого Господь обращается уже, это уже обращение Господа, получается, к змею. Да, змей – это не просто змей. Под именем змея здесь говорится о сатане. Да. Потому что здесь в века пророчества, и гляди, как говорит он, вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. То есть такое впечатление, как будто вражда, как два змея стоят, как помнишь, может, у Есфири, когда начинается, что змей красный и змей белый. И вот они бьются друг с другом, эти два змея, показаны. Почему змеи? Потому что змей – это зло, это вражда, это действительно будет кровь и так далее. На самом деле Господь-то, хотя и Господь себя тоже змеем изображал на кресте, медный змей. И это был прообраз именно Господа Иисуса Христа, того самого мудрого змея, которым должен быть каждый христианин, просто как голубь и мудр, как змей. Вот так. Так что можно здесь и это тоже увидеть у нас, места писания эти. Но тут мы видим, что вражда именно между, вражда, как понять, между, а чья вражда? Вражда именно идет от змея. Вражду положу между тобою и между женою, вражду. То есть вражда первая относится именно к змею. Он враждует против жены, он семя, его враждует против семени ее. Причем, заметь, семя ее, то есть. То есть беспорочное зачатие. Да, беспорочное зачатие. Это надо было тут прочитать, ты да, тебе еще? Что это? Не знаю. Ну, следующая строчка. Это твоя же? Что это? Ну, первое место написано. А, это первое место, которое говорит о приходе мессии, который родится через непорочное зачатие. Да, да, я понял. Да. Патриарх. Да. То есть вражда идет именно от сатаны. То есть мы видим, правда, что сатана восстал на Господа, и он враждует против Господа. И до такой степени враждует, что мы видим уже в начале сотворения, только земля сотворилась, все. А уже будет война на небе, и кровью Агнца будет скинут на землю. В страшном поражении, в страшной злобе сойдет сатана, то есть спадет. Вот Господь скинет его с небес, в поднебесе. И как мы сегодня читали к Ефесянам, духи злобы поднебесной. То есть все, на небе его нету, на небе Божьем нету. А на нашем небе, к сожалению, вот он, сатана присутствует. И мы видим это сильно сейчас, когда клевреты его распространились злобой своей на людях и в этой земле, которая на окраине находится России, и на российской земле. И вот это древний змей напустил своих клевретов, этих духов злобы поднебесной, в огромной массе. У них самое главное погубить человека. Для этого его надо довести сначала до неверия в Бога, до всякого неверия, всякого, самого страшного. На западе мы видим это неверие какое, прям сатанинское, Содома и Гоморра однозначно. А здесь у нас в России обман, обман священников. Священники обманывают людей. На этом обмане, стараясь скрыть этого древнего змея в этой злобе, стараются его скрыть, а на самом деле он есть. Вот так. Говорит о том, что не бывает страны, православной страны. Государства православного не бывает. Вот так. Так, и гляди, вот оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вот о чем здесь говорится. Тебя, кого? Ты давай не молчи. То есть тебя, то есть дьявола в голову. Да. То есть, как сказать-то, с помощью силы Божьей, если так выразиться можно, всемогущей. Верой в спасителя, я так думаю. А ты будешь поражать его в пяту. Ну, то есть, поражать в пяту. То есть, вплоть, наверное. Ну, тут не об этом же идет речь. Тут не о понятии плотинном говорится, не о плотском говорится здесь. Поражать в голову. Как сатану можно в голову поразить? Тут не о голове сатанинской говорится. В голову ты его не поразишь. И говорит апостол Павел, и дано мне было жало в плоть. И все говорят, о, он там больной был, там. Кто, говорит, чихал, кто, говорит, там слепой был, там чуть ли кто там. Что только не придумают. А на самом деле, жало в плоть, это преследование постоянное от всех. Вот сегодня мы читали. От кого только не преследуем. Где только не было. И на воде, и на море, и на реках. И среди лже-братьев, и среди своего народа. И побиваем палками, и розгами, и камнями. Чем только его не гоняли апостола Павла. А все это духовное оказалось. И здесь тоже говорится, конечно, о духовной голове его. Поражать тебя в голову. То есть, сатана что хочет от людей? Хочет, чтобы все поклонились ему. И признали Бога не творцом, а творением. Почему? Ему это часто удавалось. Удается, допустим, взять Ария, который соделал Господа Иисуса Христа творением. Взять сегодняшних, так называемых, свидетелей сторожевой башни. Тоже они Христа признают творением. А на самом деле, когда люди начинают говорить о Христе правильно, вот как мы сейчас рассуждать по Слову Божьему, говорить о том, что Христос есть Бог, места Писания приводить, что я и Отец одно, и написано «Великое благочестие тайна», что Бог явился во плоти. То есть, все, и сатана, это его поражение в голову. Он этого не терпит. Когда люди, и тогда на людей нападают испытания. И вот мы сейчас читали, когда на занятиях Евангелия от Марка, там было написано, что когда человек крестится, то тут начинается его испытание. Вот ты у нас оглашенный, ты, возможно, крестишься, Бог даст, будет воля его святая. И запомни эти слова. Как говорится, к бабушке ходить не надо никуда. Тебе вот написал этот толкователь, блаженный феофилакт, оставил тебе памятку. Ты крестился, ты крещеный? Да, готовься к испытаниям. И многие их не проходят. Можно даже посчитать, наверное, сейчас каждый четвертый в нашем интернет-сообществе ушел. Может, даже каждый третий. Просто ушел, его нету, и все. Не могут найти. Или наоборот, узнали, что он грешник. Давайте я включусь тоже. Узнали, что он грешник. Ну, так. Так что надо побеждать сатану в голову. То есть, сатане нельзя поддаваться, его надо побеждать. Не может быть и там равенства какого-то, или еще. Ты должен отходить от поля битвы и говорить, сатана, отойди от меня, ибо я искупленная кровью Господа моего Иисуса Христа, чада его. В Духе Святом я иду к моему Творцу, Богу Отцу. Вот так, и идти вперед опять. А ты, говорит, будешь жалить его в пяту. То, что я сейчас сказал, это и есть пита. Пита. То есть, мы будем получать постоянные тычки от него, постоянные зуботычины. Старый и малый тебя будет бить в голову, спину и грудь. А ты должен будешь... Помнишь это? Как мне пробиться к тебе, оглашенный? Да, да. Как раз это об этом. Он будет людей к тебе приводить, или такие случаи какие-то специальные. Вот у меня сегодня, допустим, машина заглохла. Все, заморозился. Но братьев много в Барнауле. Позвонил, а такая погода холодная. До 30 градусов. Какой-то ветерок такой дует, продувает все. И аккумулятор, оказывается, у меня уже. Надо было его зарядить, а я не заряжал. Ну вот, и все вылилось в эту такую погоду свирепую. И три часа там на этом холоде промерз напрочь. Это такие испытания. Жена меня подбадривает, за руку взяла и говорит, ну видишь, испытания Господь послал. Не надо было к магазину подъезжать. Да, я говорю, все, теперь понятно уже. Ну вот так вот мы, Господь испытывает нас немножечко, но в пяту. Так, ну давай родиться через непорочное зачатие. Патриарх Иаков, Николай что-то хочешь сказать? Да я хотел еще кратко сказать по бытию. Вражду положу. То есть, как бы, можно сказать, что сатана, он же пал, возгордившись, и ему попущено здесь безобразничать до какого-то времени на земле. Искушать нас. Ты можешь открыть видео свое, брат, нас не так много здесь. Да тут все равно демонстрация экрана. И этот самый... А тебя видно будет? Да, я понял. Сейчас пока с телефона не получится нормально. И он, сатана, здесь до пришествия Христа, он был развязан. Сейчас-то он уже связан. В аду сидит. И вот это вражда... Вражду положу. Вот какая связь именно с Христом-то? Это именно здесь говорится про Христа. То, что семя твое и семя жены. То есть, от жены что произойдет спаситель и это тот, кто тебя свяжет. Вот здесь как бы так написано, если расшифровывать. Тот, кто тебя свяжет, он произойдет от семьи ее. То есть, от жены. Дух Святой найдет на нее. Потому что какой семя у сатаны? Вот еще я хотел вопрос задать. Ну да, тут, гляди, тут написано жалить его в пяту. Его что, семя что ли? Нет, это прям его. Это говорится о мужском роде. Не ее, а его. Ну да. А еще, почему тут семя названо? Какое семя у сатаны? Вот он плевела же сеет. Надо тоже это понимать. Он же бесов-то не рождает. Вот как спали ангелы с неба. С ним вместе, которые обольстились тоже, что они могут без Бога там все делать и так далее. Их количество-то, оно не увеличивается. И не уменьшается. И не уменьшается. А какое семя у него? Он сеет плевелы. Что за плевелы? Вот это еще вкратце хотя бы, брат, расскажи. Ну да, тут надо про людей еще рассказать, конечно. Люди-то постоянно рождаются. И те люди, которых сатана прельщает через своих клевретов, вот бесов, они становятся семенем, да. Ну те самые иудеи, о которых в 8 главе Евангелия Иоанна в 41 по 44 стих Господь говорит, что отец ваш, вы служите отцу вашему, похотениями вашими. Вот как раз об этом он говорит. То есть неверующие, ну бывают вы прям и верующие, это семя сатаны, а бывают и неверующие люди, тоже семя сатаны. Ну а семя, семя вот этой жены, это, конечно, первое семя, это Господь Иисус Христос, который поразит сатану в конечном итоге, а семя можно назвать и те, кто придут за Христом, будут идти к Богу Отцу в Духе Святом. Тоже, да, это великая, как говорится, кто же это сказал сейчас, что между Богом и сатаной идет война, а поле битвы в сердце человека. Достоевский. Достоевский сказал, да, совершенно верно. Ну и вот можно стать семенем сатаны, если ты не принял Христа, это как раз ты выбираешь уже сам здесь человек своей волей свободной, не то, что ты там родился изначально в семени сатаны, в племени его, скажем так, да, и все, ты уже не можешь стать семенем жены. Нет, это твой выбор свободный, а у многих людей у них такое, да вот, как же так, я же, вот все, я семи сатаны, видишь, мне это ничего не интересно, то, что вы здесь разбираете, а вот колдовство мне интересно, там папки помогают, эти гадалки все правильно говорят, вот и у меня тоже получается, значит, я семи сатаны, значит, все, это уже предопределенно за меня, но этого нету, ничего такого, это ты сам выбираешь, где ты будешь. Ну, брат, это хорошо, что ты тут углубился и так далее, но мы конкретно сейчас скажем, что именно женщина это Пресвятая Богородица, семя ее Господь, то есть Иисус Христос, а семя твое, то есть змия, это конкретно сатана, то есть сатана, ну и понятно, тут клевреты его, все люди и так далее, это говорится именно о сатане и семени жены Иисусе Христе, то есть потому, что по большому счету эта война идет, конечно, на небесах, за нас с вами. Ну, все у меня. Патриарх Яков предсказал, что Спаситель придет тогда, когда Скипетр отойдет от Иуды. Бытие, 49 глава, 10 стих. Не отойдет Скипетр от Иуды, и законодатель отчересла его, доколе не придет Примиритель, и ему покорность народов. Не отойдет Скипетр от Иуды, ну то есть и законодатель отчересла его. Но мы говорим о Рождестве, братья, поэтому места Писания брат выбирал так, чтобы это касалось Рождества Господа нашего Иисуса Христа, и все, что относится к нашему спасению. И тут поэтому такие, сначала Бытие 3.15 и теперь Бытие 49.10, то есть когда это все произойдет, то есть до Семя, тут видите, о Семени идет разговор, а теперь говорится о том времени, даже говорится о времени, то есть когда должен прийти Искупитель наш. Он тут назван Примирителем с большой буквы уже. Когда Скипетр от Иуды и законодатель отчересла его, то есть по мужской линии прервется царский царский дом еврейский царский дом прервется. Ну, как это было с Романовыми, пришли революционеры и просто всех убили. Господь тут более того сделал, он все так расположил, дал всякие блага для того, чтобы дом Иудин никогда вовеки веков сохранился. Но, к сожалению, сам Давид согрешил, потом его сын Соломон согрешил, а Раваам вообще родился безмозглым. Такой, как сегодня молодой, да ранний, как говорится. Это можно сегодня отнести к этому государству окраины России, где именно вот такой стоит молодой, который слушает советы молодых, а они говорят, чем больше гайки закрутишь, тем больше тебя народ будет любить. И он крутит, 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 ну и в конечном итоге, знаете, чем закончилось, разделилось царство, Раваам был, умер просто в ранних годах, и все, и царство раскололось надвое. ничего хорошего не было. Ну, правда, хотя бы у Иуды 10 царей были благочестивыми из 21, а у израильтян из 40, из 39 царей ни одного не было угодного Богу. И ему покорность народов, это о нас язычников говорит, говорит бытописатель, то есть ему кому? Богу Отцу покорность народов даст примиритель. Покорность народов, то есть к нему придут из язычников. Примиритель придет, примиритель кого с кем? Примиритель Бога Отца с людьми. Придет. То есть, Господь наш Иисус Христос. Так, ну, кто желает еще высказаться? Ну, если нет, то мы говорим здесь об Ироде Великом. Будем говорить об Ироде Великом. Можем сразу поговорить о нем, можем потом прийти. После того, как пройдем о Рождестве, все равно мы от него никуда не уйдем. Вот так. Я читал, что он много там чего расстроил в Иерусалиме. Ну, расстроил в смысле, построил. Да, он вообще был очень такой плодовитый в строительстве царь. Очень долго, во-первых, правил он. Ну, о нем можно зачитать. У тебя ничего нету о Выроде? Сейчас, где-то было. Сейчас. Вот. Можешь зачитать о нем? Я могу побольше еще найти. Давай, отлично. Тут много. Подождите, подождите. Великолепно. Там есть Википедия еще, где-то должна быть Википедия. Давайте давай. Вот, давай, отлично. Хорошо. Давайте о Выроде поговорим. Нету, нету Википедии. Давайте тогда, что есть. А, нету Википедии у тебя? Нам. Но надо, ну, в принципе, можно так открыть. То, что ты открыл в лучшем Википедии даже обычно. Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Вот Ирод Великий. Это тут больше сделай. Вот так, да, отлично. Вот, смотрите на него. Читай о нем. Кто такой? Ирод Великий. В русском языке Ирод от традиционной средней греческой передачи. Речи. Передача речи такая. Около 74-го. Родился около 74-го, 73-го годов. До Рождества Христова. Наша иронина называет. Умер, получается, 4-й. Четвертый веки по Рождеству Христову. Вот так. Спаси Христос. По другим данным, первый год от Рождества. Там есть такое, что на три года, как бы там какая-то не разница на три года. Ну, считается, что ошибка в четыре года, и получается так, что должно быть с его кончиной, и связано как бы Рождество Христа. То есть он в один год там, когда гнал Господа, он умер. Но потом сказали, что нет, он там пожил еще. И тогда вот так пошло у нас. Только не в четвертом веке умер, а в четвертом году по Рождеству Христову. Точно. Да, в четвертом году, конечно. Договорился просто. Да. Идумиянин, сын Антипатра, римского прокуратора Иудеи. Царь Иудеи. С 40-го года до Рождества Христова по четвертый год по Рождеству Христову. Основатель Идумейской династии Иродиадов. Его описывали как сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинок, злого гения иудейской нации, готового на любые преступления в угоду своим неограниченным амбициям и величайшего строительства еврейской истории. Его имя стало нарицательным для обозначения злого и жестокого человека. Да, вот. А что-то такое 37-й, 36-й. Тут неправильно вот это. А нет, наоборот, правильно здесь. Там неправильно было написано, что его рождение 74-й, 73-й, 37-й, 36-й до Рождества Христова. Ему же было около 80 лет, когда он умер. А там, получается, если просчитать, 73-й, а нет, там, наоборот, неправильно, да, там правильно написано, здесь неправильно. Это 37-36. У нас же идет счисление, начиная от одного, если до Рождества Христова, то у нас в минусовую начинает подниматься. То есть вот у нас ноль. Теперь, если мы говорим о Рождестве Ирода Великого, надо в левую сторону идти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сколько ему там было? 73-й, 74. Плюс 4 года, около 80. А если говорим об Иисусе Христе, ну, нулевое, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сюда, в наше время, в правую сторону считаем. Что-то они сами запутались. Сами себя запутали до нашей эры, это потому что до нашей эры, а написали бы до Рождества Христова, и все было бы у них хорошо. Ну что, супруги тут, дети, навалом прямо. Про что читать-то будем? Правоцарение, наверное? Или прочитать? В 6-м году, по Рождеству Христову. И просуществовало до восстания Барковбы в 135-м году. Потом переименовано в Сирию Палестинскую. Вот так. И с чего все началось? Римская империя оказала евреям помощь в борьбе с империей селевкидов. Ну, это после Александра Македонского распалась на 4 сатрапии вся Персидская империя. Вот одна достала селевку. Их назвали селевкидой. Это был один из военачальников Александра Македонского. Это после того, как сирийский царь Антиох IV Епифан разорил Иерусалим. И тогда борьба евреев усилилась за независимость свою. В 1963 году до Рождества Христова, то есть через 10 лет, как родился Ирод Великий, римские войска под командованием Помпея Великого окончательно сокрушили Понт, ну, то есть на Черном море захватили греческие все, и захватили также Иудейское царство и Сирию. Помпей передал бразды правления Иудею Геркану II, который получил звание Етнарха, что фактически лишило его царского титула. В 1940 году, уже через 20 лет, то есть парфяне захватили Иудею. Первосвященник был Антигон II, или Хасмоней. В это время Ирод добрался до Рима и смог убедить Тремумбират сделать его царем Иудеи. Видите, какими такими путями лукавыми шел Ирод к тому, чтобы стать царем Иудеи. На несчастье, то есть в мутной воде половить рыбку, как Майдан, допустим. Там что-то люди хотели. Ну, чего мы знаем, чего власти хотели, а как ее взять, кто будет, никто не понимал еще. Слишком все было зыбко. А тот уже начал подлазить к сильным мира сего. И мы знаем, кто там лез. Яценюк лез, там были такие. Порошенко. Ну, и в конечном итоге Порошенко поставили. А здесь вот Ирод Великий. И форма управления Иудеи менялась многократно. Вначале это было вассальное царство Ирода. То есть его поставили вассальным царем. Ну, то есть, как вот сейчас ставят у нас губернаторами править. Он приезжает в Москву, и там, допустим, сам наш президент рассматривает кандидатуру и говорит, о, вот этот хороший, я его знаю, человек, его поставим. Раньше можно было выбирать губернатора, сейчас ставленники. Ну, это вот откуда идет оттуда. То есть римский император делал ставленников. Затем две вассальные тетрархи и провинция. Тетрархи, две вассальные тетрархи. То есть, получается, это тетрархи, это четыре. То есть, получается, восемь у правителей было. И еще провинция. Там еще был кто-то. Ну, вернуть, скорее всего, про... Как он в Риме-то? Про консул. Про консул кто-то был. Вот как, допустим, Бонтипилат. И окончательное превращение всей территории в провинцию. Все это стало провинцией Римской империи. По мнению историка, антиковеда Юлии Роговой, эти изменения, скорее, иудейцы, это там личных связей между представителями элиты иудейского общества и императорским двором Рима, чем продуманной какой-то политикой. То есть, Ирод подкупил. Ну, все таки говорят об этом. Она взяла-то это из иудейских древностей. Иосиф Флавий об этом пишет. А они оттуда берут и выставляют в Википедию. То есть, вот так. Ну, а теперь можно дальше. А Ироди Великому. Кто такие вассалы, надо сказать. Что? Ну, кто такие вассалы? Думаю, все знают, кто такие. Это ты земледелец, достаточно состоятельный. И ты обязан платить дань. Как вот у нас были там, положим, эпоха в России, когда рыбоводители... Не, подожди, стоп. Вассалы? Вассалы ты имеешь в виду? Да, да. Над кем он ходил? Брат, вассал это... Вассал это знатная личность. Знатная личность, которой доверяет высший руководитель. Это были короли, герцоги и так далее. И ты просто от них в зависимости. И он тебе дает указания, какой провинцией руководить. Для чего? Чтобы ты оттуда доставлял ему запасы какие-то. Или продовольствия, или какими-то материалами, или просто деньгами. Или конями, или поделками какими-то. Или людьми, ремесленниками ты их там обучаешь. Или воинами. То есть вот это люди были вассалы. Вассалы, допустим, французского короля были герцоги. Герцоги, бароны там и так далее. Это вот слово вассал. А если ты хочешь о плебеях говорить, то да, плебеи, это в Римской республике были плебеи и всадники. Всадники это были богатые люди. А плебеи это, плебосы, это были люди, которые были от крестьян, именно от этого. Но это про Рим мы не разговариваем сейчас. Да, да, я к тому, что вассал, это над кем Ирод там руководил. Вот были у него такие вассалы, которые ему вынуждены были, обязаны. Это князья иудейские. Вассалы это князья иудейские. Такие как Бен Гуры. Вот Иуда Бен Гур. Это один из князей иудейских. Ну их там было сколько там, с десяток может, с семей, может больше, немного. Это вассалы, да. Они руководили там провинциями, какими-то областями, городками. Они там следили. У них была своя армия. Ну не армия там, дружины. Которые, конечно же, подчинялись Ироду Великому. А войска Ирода Великого были полностью предоставлены Римской империи. Почему? Потому что это была и провинция Римской империи. Провинция. Все равно. Хотя до... Это шестого века. До шестого года. А пока был жив Ирод Великий, отдали ему в царствование. Он там царствовал над иудеем. Но при определенных, конечно, доходах, чтобы отдавать доходы Риму. Вот так. То есть некая была свобода. Хотя и вот здесь эти римские гарнизоны стояли, конечно. Ну как сейчас, допустим, в Германии. Стоят в каждом городе гарнизоны. Там есть штабы англичан и американцев. В Германии до сих пор. Или в Японии. Военные базы, штабы там в разных... И посты и так далее. Вот. То есть можно сказать, что Япония – это провинция США. Или Германия – провинция США. Вполне можно это сказать. Италия как-то освободилась, а Германию они не отпускают. Вот так. Ну все. А теперь можно зачитать вот о Ироде Великом. Кто он такой? Мы никуда не торопимся. У нас соглашение идет. Если знаешь, просто рассказывай тогда. Нет, про что он здесь или здесь почитаем? Вот здесь читай поменьше, чтобы было. Ирод Великий. Царь Иудейский. Был сын... Так это то же самое. Ну ладно. Брат, подожди. Ты где? Ирод Великий. Матфея 2 глава. 1 стих. Давай я открою. Матфея 2 глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Вот так. То есть. В Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода. Иисус родился. Вот нам подтверждение главное, когда родился Иисус. Все. Теперь дальше. Царь Иудейский. Был сын Антипатра. И родоначальником других одноименных ему царей. Упоминаемых в Новом Завете. Он управлял Иудеей, тогда Римской провинцией, в год Рождества Господня в Вифлееме Иудейском. Впрочем, хотя Ирод и носил титул царя, он был подчинен римскому императору. Он отличался своей дикой свирепостью. Целый ряд жестокостей ознаменовал его 34-летнее царствование. Он убил даже собственную жену и двух сыновей. 33-й год царствования Ирода, как мы уже заметили выше, в Вифлееме родился спас мира, Господь Иисус Христос. «Узнав о новорожденном царе Иудейском и опасаясь, чтобы он не отнял со временем у него царство, Ирод избил 14 тысяч вифлеемских младенцев, думая в числе их погубить и Бога-младенца Иисуса. Впрочем, вскоре после того, как он сам погиб ужасной смертью в Ерехоне, именно был съеден живой червями». «Перед смертью?» «Чем-то на Сталина похож?» «Ну или на Ивана Грозного, наверное. Наверное, больше». «Да нет, ни на кого он не похож, подождите. Ну, похож, конечно, антихрист такой же, но... у него об этом лично идет. «Семя дьявола». «Именно был съеден живой червями». Это, ну, как бы, такие присказки с живой червями. Ну, какая-то болезнь была где-то, заразился. Говорят, такая, ну, нехорошая болезнь. «Перед смертью он разделил управление царством между тремя своими сыновьями. Над Иудеей, Самарией и Идумеей». А у тебя карты есть здесь? Показать, где Иудеи, где Самария, где Идумея? Нету. Очень плохо. Если кто может, найдите карты. Брат Николай, у тебя есть возможность? Иван, у тебя есть возможность найти карты. Карты времен Иисуса Христа. И Иудеи. Чтобы нам посмотреть Идумею, Самарию и Иудею. Потому что, я так понимаю, не все понимают, где это. А тут еще и Галилея есть. И Перея. Я просто к чему вообще про вассалов-то сказал, чтобы понимание было, что есть римский император, есть царь Ира, а под царем Иродом есть такие мини-губернаторы, как бы эти вассалы, которые ему дают дань. Кто людьми, кто там скотиной, кто деньгами, кто там каким-то товарами, там золото, не знаю, кедры, что там у кого есть. И вот они так и живут. Примерно как у нас сегодня вот все деньги куда идут? В Москву. Госбюджет. Потом распределяется там. Там императору Ирод сам отстегивал что-то, или как правильно сказать, переводил какие-то средства, а сам он собирался этих вассалов в деньги. Мини-такие мэры. Вот хорошо, да. Да, брат. Это правильно все. Это надо тоже знать. Давайте покажите карту и посмотрим, где это все. А ты, брат, еще раз читай. Будем смотреть, где Самария. Где карта-то? А вот, вот, видно? Вот, хорошо. Вот, глядите. А ты обводи. Давай там что первое? Иудея? Да. Иудей. Так, убрать эту, что тут мешает? Уберите в сторону. Сейчас. Меня тут еще тут, братья. Они ни к чему. Нам карта нужна. Ну, вот Иудея, Самария, вот рядом она. Ну, то есть, вот видите, вот это то, что синим, это называется земля обетованная. Земля обетованная. Вот прям. И она на три части делится. И Думея поменьше, Иудея самая большая в центре. И вот Самария вверху. Самария, Самаря нигде. Вот. Еще там где, там что? И Турея у нас есть. Вот видите, выше, выше Галилейского моря, за Иорданом. Вот, и Турея. Потом, что еще? Перея напротив. Иудеи, и Самарии, и даже и Думеи. Перея напротив. Она от Мертвого моря идет, середина Мертвого моря и до Самарии самой. Вот, такая она розовенькая здесь. Вот она. Карту бы приблизили и поводили там, а то видно там, блох ловить. Да, поводить надо, конечно. Вот так пойдет, все, 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 вот так, да. О, видно хорошо. Вот Иудея в центре, она побольше. Вот Самария. Самария, столица ее. Ну, тут по перевалам, я так понял, гора вот идет, по этому перевалу идет Самария. А здесь у нас тут нету горы. Тут просто идет по городам. Идумея вот, Хеврон относится к Идумеи, и Родион относится, а Вифлеем это уже земля и Уудина, все. Ну, получается, иудея побольше немного. Ну, а все здесь в пределах, ну, может быть, 200 километров, вот и все. И в ширину, ну, 100, может, километров, вместе с Переей. Перея, видите, такая худенькая. Вот Десятиградия. Десятиградия к язычникам относятся, но есть некоторые города, которые заселены, ну, страна Гадаринская, вспомнили, да, там свиньи эти. Вот. В такой маленькой территории судьбы такие решались, мира. Да, это пуп земли, запомните. Вот мы сейчас смотрим с вами пуп земли. Можете смеяться, там, что-то там, почесать себе затылки, ну, кто что, усмехнуться, кто-то может. Вот тут все решается. Хочешь знать, когда придут последние времена, смотри вот на этот центр земли. Ну да, такая маленькая страна, кто ее только не уничтожал, и все равно она жива, и ничего с ней не стало. А бог, а как же бог? Совершенно правильно. И глядите, вот тут, вот тут властвует ирод, но, конечно, под защитой римского, римского права, иначе он бы не продержался. Евреи бы подняли в восстание, уж они хорошо знали, что и думей не может быть царем. Но он под маслом, где надо, подбил, и Иосиф Флавий в иудейских, в этой, иудейская война говорит о том, что ирод всех подкупил, и даже как подкупал, то есть об этом можно даже почитать, как он был молодой, он был очень сильный, и он с императором, с его сыном, был связан очень близко, и там, с августом, и он там, ну, скакал на конях, там, в колесницах участвовал, побеждал, и просто покорил их сердца. Он знал хорошо этот, латинский язык, в юриспруденции подкованный был, он молодой, очень был такой резвый парнишка. Об этом пишет Иосиф Флавий, там, и в конечном итоге, он недолго, там, пребывал, с год где-то, и ему дали эту провинцию в царствование. Он бы ее никогда не добился. То есть, как это могло произойти? Почему евреи не обращали внимания на это пророчество, о котором сейчас прочитали мы? Да потому, что быть этого не могло, чтобы иудеи приняли и Думиянина царем своим. Но никто не знал, что придут войска Соединенных Штатов Америки, ой, то есть, Рима, что одно и то же сейчас можно сказать, и просто возьмут и вскуют такой, тиски железные, все три вот этих формирования, Самарию, Иудею, и Думею, которые ненавидели друг друга. Самаряне, это бывшие язычники, которые приняли веру в Бога истинного по пяти книжью. Иудеи, это истинные почитатели истинного Бога. А Идумеи, это сыны и самаряне, сыны Исава или еще, как его называли, Едома, который враждовался своим братом Яковом, там, очень сильно, чуть не убил его и так далее. Они понимали, что это вражда между родственниками, родственник, который